Здравствуйте, меня зовут Юля. Сегодня показываю свои пустые баночки. Это косметика из коробочек красоты. И здесь у меня, конечно, не всё закончилось. Буду от нескольких средств избавляться по тем или иным причинам. Давайте как раз начнём со спрея от Garnier Fructis. Сыворотка спрея соя с кератин 200 мл для очень повреждённых волос с эффектом термозащиты. В последнее время мне чуть ли не в каждой коробочке попадается подобный спрей для волос. У меня волосы не густые, не длинные, поэтому у меня расход подобных спреев минимальный. И я знаю, что они у меня просто простоят большую часть времени и, не дай бог, закончится срок годности. Лучше я с кем-то поделюсь, в общем-то, жалеть не буду. Далее также от меня уходит гиалуроновая тональная сыворотка Альянс Перфект Ньют от Лореаль Париж. Оттенок этот для меня слишком тёмный. Он второй в линейке. Мне нужен светлый, самый светлый номер первый. Поэтому буду избавляться. Я знаю, что я не загораю до такого оттенка. Это первое. А второе, даже если покупать какой-то аджастер, пытаться смешивать, здесь будет сложно именно с подбором аджастер, потому что сама формула на водной основе и уже не будет того эффекта, когда вот эта сыворотка полностью впитывается в кожу, оставляя такой матовый лёгкий финиш. В общем, если захочется мне приобрести, я уже свой оттенок приобрету. А с этой бутылочкой буду прощаться. И ещё один продукт, который тоже от меня уходит. Марка называется Гелио 4. Это дневной флюид в объёме 15 мл. Здесь какие-то активные вещества, которые под воздействием дневного света должны активировать собственные ресурсы здоровых тканей, стимулировать оздоровление, омоложение и восстановление кожи. В общем, всё здорово. Я даже две таких коробочки получила в разных коробочках красоты. И до 24-го года, 11-го месяца в срок годности я как раз оставила на весеннее время для того, чтобы был как раз эффект, заявленный на упаковке. Какого же было моё разочарование, когда при нанесении на лицо я увидела вот это. Вот эту вот зелёную жижу. Ну да, при распределении этот оттенок уходит. В общем-то, как бы всё ничего. Но мой макияж на вот эту вот всю историю не ложится. И я прекрасно понимаю, что, может быть, для какого-то другого типа кожи, для какого-то другого варианта макияжа это всё может подойти. Но мне, чтобы как-то вот подстраивать свою рутину под конкретно этот продукт, как-то всё надо поменять, как-то всё... В общем, аромат, кстати, такой свежий-зелёный. Не могу сказать, что неприятный. Ну, вот эта вот история с тем, что этот продукт на коже лежит, ну, как-то слишком ощутимо, слишком тяжело. И как-то не впитывается, не фиксируется. На него не ложится макияж мой. В общем, от одной бутылочки я уже избавилась. И вот от второй тоже буду избавляться. Даже жалко, что они у меня так долго пролежали, несколько месяцев, прежде чем я протестировала и, в общем-то, поняла, что мне это всё дело не подходит. Идём дальше. Маска. Маск Ми, увлажняющая ночная маска для лица. Я, в общем-то, много уже говорила, что я не особо люблю вот такие ночные маски, но я их использую как увлажняющие маски в течение дня. Сделано в Корее. Здесь вот такой вариант был, что нужно было смешать гелевую, кремовую текстуру и нанести на лицо, на одно применение. Вся эта история рассчитана. В общем-то, я могла бы и второй раз использовать, потому что здесь довольно-таки большой объём для одного применения. Но мне не понравилась текстура, слишком тяжёлая. Даже несмотря на то, что у меня сейчас кожа сухая, не возникло у меня желания второй раз её применить. Далее у меня идёт крем от Джей Джун. Интенсивный, подсвечивающий крем на водной основе. Сделан в Корее. Я его использовала на кожу декольте. В тот момент, когда я им пользовалась, на лицо он мне был слишком какой-то тяжёлый. В общем, использовала её, можно забыть. Далее. Лиа Лап. Крем для тела парфюмированный. Здесь такой небольшой объём 50 мл. Но по заявлению производителя, какие-то прям не то, что сотни даже, а тысячи рублей стоит этот крем. Что касается текстуры, она довольно-таки ощутимо масляная. В общем-то, здесь сюрприза нет никакого, потому что большая часть состава, кроме воды на первом месте, это масла. Что касается аспекта парфюмированного, то он пахнет немножечко странно специями. Здесь и такие какие-то кондитерские специи, и что-то типа кориандра. Не знаю. Меня всегда смущает вот этот вот момент, когда средства для лица и тела, уходовые, пахнут такими яркими специями. По поводу увлажнения кожи, мне кажется, что эффект был даже противоположный. Иногда вот такие масляные средства даже кожу подсушивают. В общем-то, я использовала, не могу сказать, что с большим удовольствием, и не поняла я вот этой сумасшедшей ценовой политики. Этого крема, в общем-то, использовала и забываю. Вот у меня вот здесь вот остался вот этот крем. Я сейчас провожу рукой по этому месту, и он у меня скатывается. Вот, конечно, история. Гей для душа Deo Spike. Миниатюра у меня была, 50 мл. Получала её в подарок, когда делала заказы на сайте Arnebi. Сайт сейчас работает, но там уже, конечно, нет таких хороших акций, как были в тот момент, когда я делала заказы ещё месяцы и месяцы назад. Очень густой гей для душа. Что касается аромата, то он довольно-таки специфический. Я бы сказала, что он даже мужской. Опять же, неудивительно, потому что здесь в составе большое количество эфирных масел. Есть и лаванда, и цитрусовые масла, и шалфей. В общем, пахнет травянисто, одеколонисто, шитрово. Но сам по текстуре гель очень понравился. Я люблю такие густые гели для душа, при этом которые хорошо вспениваются. Но это тоже такая история одноразовая. В общем-то, попробовала, и опять же, можно забыть. Крем для рук от Ceramide. Ультра увлажняющий. С маслами Омега-3,9. И с керамидами. Минус для меня здесь был в том, что крем был абсолютно без аромата. И смешивала с другими ароматизированными кремами. И, в общем-то, таким образом использовала. Я за это время, за последнее, за весну, использовала какое-то сумасшедшее количество кремов и для тела, и для рук. Обычно у меня всё это довольно-таки экономично расходуется. Но такая погода в сочетании с отоплением, очень сухая. У меня просто невероятно. И лицо, и кожа тела, и кожа рук всё просто сохло так, что я мазала на себя всё подряд. Опять же, планировала, что буду использовать вот эти вот миниатюры аптечных кремов исключительно для кожи вокруг глаз. Здесь увлажняющий, насыщенный крем Гидральба от марки Адерма. 5 мл. Использовала и под глаза, и на кожу лица, и буквально несколько раз мне приходится наносить крем для лица, потому что кожа сохнет просто невероятно. Очень базовый крем с приятным ароматом. Понравился, но это ничего такого, что я бы покупала, просто потому что ещё есть у меня в запасе увлажняющие кремы для лица, и в коробочках они постоянно попадаются. А я коробочки покупаю с завидной регулярностью и больше, чем на самом деле требуется. Та же история с кремом Цикотопия. Здесь крем для кожи, склонной к экземе. Успокаивающий, увлажняющий крем от марки Дермедик. Польская аптечная косметика. Тоже очень базовый крем. Таким же образом использовала. И если такие миниатюры мне попадаются, я всегда использую. Но самостоятельно, пока покупать не планирую. Опять же, запасы очень-очень большие. Далее идёт у меня крем для кожи вокруг глаз. Вернее, это крем-гель от марки Givenchy. У меня было, наверное, штук 6 таких саше. Очень приятный гель. Несмотря на такую лёгкую текстуру, очень увлажняющий. Но здесь минус исключительно цена, которая просто, на мой взгляд, не оправдана. Мне понравилась и текстура. И сам вид этого крема, он такой со светоотражающими частичками, гелеобразный, немножечко с таким чёрным оттенком. Всё здорово, пахнет приятно, но цены, наверное, это уже не просто тысячи, наверное, уже десятки тысяч. И остаются у меня маски. Очередная маска для рук парафиновая от Holy Poly в формате перчаток. Можно использовать не один раз, а два-три раза. Конечно, не оставлять на неделю в открытом виде. Но для меня такого варианта хватает буквально до мытья рук. Сделан продукт этот в Корее. В общем-то, неплохой. Увлажняет, снимает стянутость, сухость кожи, дискомфорт, но это чуть больше, чем обычный крем. Но с удовольствием использовала уже вторую упаковку, которая мне попадалась в коробочках. Будет ещё, буду пользоваться с удовольствием ещё. И маски для лица. Тканевая от Института СТЛР, корейская. В общем-то, довольно-таки базовая. Черника и Кинуа из линейки Superfood. У меня таких масок было несколько, с различными добавками, но просто обычная увлажняющая маска. А вот эта маска 111 Skin, это ещё из какой-то британской коробочки красоты, сайта Look Fantastic. Вот это здесь уже, конечно, другая история. Эта маска уже гидрогелевая, и здесь очень хороший эффект увлажнения. Гидрогелевые маски, конечно, это на порядок круче, чем вот такие тканевые маски. Но они и дороже. Я даже не представляю, сколько такая маска может стоить. Использовала с удовольствием. Даже два раза. Единственный момент, который мне здесь не понравился, это то, что сама маска была единым листом, а гидрогелевые маски лучше наносятся, и лучше держатся, когда они всё-таки на две части разделены. На нижнюю часть и на верхнюю часть. А в остальном, по действию, супер увлажняющая маска. Очень понравилась. Но, в общем-то, наверное, опять же, использовала, и можно забыть. Вот такие у меня были пустые баночки. Не могу сказать, что мои запасы сокращаются, потому что я много в последнее время купила коробочек. Но всё-таки надо потихонечку мне как-то всё тестировать, потому что такие истории, когда у тебя крем лежит месяцами, а потом ты его используешь, и понимаешь, что он для тебя вообще никак не работает. Немножечко это обидно. Обязательно оставляйте ваши отзывы в комментариях. Как всегда, благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания.